Издательство «Миф» представляет Читает Джем Небеский Введение В книге «Сапиенс. Краткая история человечества» Юваль Ной Харари объясняет, что некогда на Земле жили не только гомо-сапиенс. Судя по всему, насчитывалось не меньше шести родственных нам видов «хомо-сапиенс», «хомо-неандертоленсис», «хомо-солоэнсис», «хомо-эректус» и другие. Гомо-сапиенс существует и сейчас, а эволюция всех остальных видов прекратилась по одной причине — дело в префронтальной коре головного мозга, судить о возможностях, которые можно по ископаемым черепам и прочим останкам скелета. Наши прямые предки были способны совершать особенно сложные интеллектуальные операции. Благодаря этому они лучше организовывали работу, успешнее культивировали растения, эффективнее учили и учились, успешнее расселялись по территории Земли и сумели передать потомкам важные даже для нашего сегодняшнего выживания знания. Способность к воображению помогла нам создать цивилизацию практически из ничего. В известном смысле представление о том, что мысли формируют реальность, подтверждается историей эволюции. Развивая язык и накапливая знания, мы построили в своем воображении целый мир, а потом с помощью речи и обмена идеями создали нынешнее общество со всеми его плюсами и минусами. Почти любой великий мастер, художник, учитель, новатор, изобретатель, да и вообще любой счастливый человек наверняка согласится, что своим успехом хотя бы отчасти обязан этим же фактором. Многие из лучших представителей человечества понимали, чтобы изменить жизнь, важно первым делом изменить ход собственных мыслей. Наши предки сформулировали и передали нам идеи, выдержавшие проверку временем. Верить значит быть. Важно осваивать возможности мозга. Препятствия указывают путь. Нередко самые сильные переживания возникают у нас как раз накануне радикальной перемены взглядов на мир и даже подталкивают к этой перемене. Новое понимание реальности открывает перед нами возможности, которые в ином случае были бы недоступны. Почему наши предки сумели придумать и развить сельское хозяйство, систему общественных отношений, медицину и тому подобное? Ради выживания, конечно. Многое из того, что стало для нас привычным, создавалось для защиты от страхов и опасности. Каждый из нас способен рано или поздно выбраться из лабиринта страданий и прийти к благополучию и процветанию. Нам стоит осознанно смотреть на проблемы, как на возможности для обновления взглядов и более глубокого понимания мира, а потом и для создания лучшей жизни. Я убеждена, чтобы быть человеком, надо учиться прежде всего думать, а уже потом любить, делиться, сосуществовать с другими, проявлять терпимость, отдавать и создавать. Не сомневаюсь, что первая и важнейшая обязанность каждого из нас — реализовать данные от рождения потенциал ради себя и мира в целом. Но все, о чем рассказывает эта книга, можно подытожить фразой «Эта идея изменила мою жизнь». Потому что именно идеи все и меняют. С этого для меня все и началось. Брианна Уист. Июль 2016 года. «Эта идея». «Эта идея». ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...